Теперь несколько слов о том, как у нас будет проходить сама работа с методикой. Она будет состоять из трех частей. Первая часть в этой методике будет посвящена поиску вашей собственной травмы или какой-то трудной ситуации, связанной с финансами или с деньгами. Эта ситуация могла произойти в этой жизни между рождением и сегодняшней точкой. Мы эту ситуацию будем вспоминать, причем никакой активности мы не будем проявлять. Просто попробуем вызвать спонтанное воспоминание неких ситуаций. Из этих ситуаций вы выберете только одну, и мы с ней попробуем тоже поговорить. Это будет первая часть методики. Вторая часть методики будет посвящена роду. Дело в том, что наш род по матери и по отцу тоже был подвержен каким-то ситуациям, который вызвали блоки или травмы, связанные с деньгами, с финансами, может быть, с имуществом, что-то такое. То есть кто-то в роду по отцовской или по материнской линии сильно пострадал. Мы тоже погрузимся в эти потоки, причем у вас могут всплыть не только реальные ситуации, которые вы помните, но и те ситуации, которые от вас скрывали. Но они все равно продолжают жить внутри нашего организма и воздействовать на нас. Просто так мы устроены. Третья ситуация, с которой мы будем работать, это так называемая трансгенеративная ситуация или это связано с тем, что весь человеческий род на планете на протяжении периода длительного существования также переживал травмы, связанные с материальным благополучием, с недвижимостью, с финансовыми потоками и со всем тем, что у нас связано с деньгами. Плюс к этому эти травмы могли возникнуть в связи с национальностью или в связи с племенной жизнью, или в связи с космическими явлениями, такими, как, например, сейчас переход между рыбами и водолеем, когда новые энергии воздействуют на нашу финансовую систему и мы вынуждены довольно болезненно перестраиваться. Например, переход от наличных денег в виртуальные. Нам очень трудно, особенно людям более пожилого поколения, нам очень трудно перестраиваться. И это вызывает, конечно, какие-то сложности. Значит, мы будем работать с этими тремя потоками. И выявлять вот эти травмы, которые продолжают жить в нашем организме и воздействуют на нашу с вами жизнь сейчас. Почему это так странно? Почему это так работает? Современные ученые уже доказали, что человеческий организм абсолютно все помнит. Даже то, что происходило на генетическом уровне с какими-то очень давними родственниками, например. Почему это так? Потому что наш мозг работает как ретранслятор всех космических энергий, которые когда бы то ни было воздействовали вообще на человечество, на наш род и на нас. Современные нейрофизиологи и нейробиологи даже установили некоторые зоны в мозгу. Это не отдельные нейтроны, а целые зоны. Это такие кластеры, такие сообщества нейронов, которые работают по ретрансляции или говоря простым обыденным языком, они работают как механизм отзеркаливания. То есть энергии, происходящие снаружи, через вот эти нейроны отражаются и в нашем мозгу оставляют информацию. Если бы мы жили сбалансированной жизнью, то мы бы постоянно жили в потоке. Эти энергии потоково приходили бы через наш мозг, нигде бы не задерживались, омывали бы вот эти потоки энергии, информации, наше тело и выходили бы дальше. Но, к сожалению, у нас так не получается, потому что очень многие ситуации приходят к нам слишком рано. Например, к ребенку, которому 4-5 лет, некие потоки, связанные с деньгами энергоинформационные, могут приходить слишком рано, когда он не понимает, что такое деньги, а его, например, наказали. Или бывают другие блоки, когда информации приходит слишком много. Человек не успевает подстроиться, не успевает адаптироваться, и у него тоже происходит некая остановка. Или бывает, что эти потоки происходят лавинообразно и слишком быстро. От человека требуется немедленная реакция, а он не успевает. Вот такие три типа ситуации вызывают у человека травму, любую. Но мы сегодня говорим только о финансовых травмах. Как реагирует организм? В принципе, он, как солнышко, открыт. Все, что на него идет, все должно переходить дальше. Но если происходит травма или остановка, то организм сжимается. Буквально стремится к состоянию эмбриона. То есть он скукошивается, как эмбриончик. Голова опускается вниз, ручки, ножки опускаются. И вот это состояние полностью замирания, похожее на льдинку, оно и вызывает остановку или травму. Стоп. То есть вот этот стоп. Это и есть травмы, которые вынуждено тело помнить. В случае индивидуальном, это понятно. Нас наказали, и тело скукошилось, испугалось и замерло. И вот этот момент остановки мы в состоянии вспомнить. Но в роду работает немножко по-другому. Если, например, вашего родственника убили во время ограбления или посадили в тюрьму за то, что он сам кого-то ограбил, и он там умер, или лишили наследства в связи с политическими какими-то делами, то в этом случае по родовому дереву эта информация передается к потомкам, чтобы они были осторожны. И на всякий случай в этих ситуациях вели себя осторожно. И поэтому мы часто получаем по генетической линии вот этот блок. Он выглядит на ауре как сжатие. Ну, примерно я рассказала теорию. Теперь мы будем приходить к практике.